Мотоцикл с жидкостным охлаждением В то время все мотоциклы были тяжелыми и имели двигатели воздушного охлаждения, а также массивные рычажные передние вилки Герта. Но в этом легком мотоцикле даже передняя вилка была гидравлической. А началось все в 1900 году, когда Альфред Скотт, талантливый инженер из Йоркшира, начал экспериментировать с двухтактным двухцилиндровым мотором, который установил в шасси своего велосипеда «Премьер». Уже в 1911 году Скотт представил модернизированную версию своего мотоцикла с рабочим объемом в 486 кубических сантиметров. Рубашка охлаждения теперь охватывала не только головки, как раньше, но и гильзы цилиндров. Альфред применил также более эффективный радиатор сотового типа. Дорожный мотоцикл Первым жидкостным охлаждением послевоенной эпохи стал мотоцикл Suzuki GT 750, который появился в 1971 году. Мотоцикл мог похвастаться 738-кубовым двухтактным трехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляла 72 л.с. при 6500 оборотах в минуту. Японцы вынуждены были перейти на жидкостное охлаждение, потому что лишь оно могло эффективно охлаждать средний цилиндр. А также оно способствовало уменьшению размеров двигателя за счет меньшего расстояния между цилиндрами, а гладкие цилиндры без ребер и водяная рубашка снизили шум и вибрации. Максимальная скорость, которая был способен достигать мотоцикл, составляла около 200 км в час, а спецверсия для соревнований Daytona – 290 км в час. Объем топливного бака равен 17 литров. Средний расход топлива около 8 литров на 100 км пути. Помимо первого в мире жидкостного охлаждения двигателя с возможностью принудительного охлаждения вентилятором, мотоцикл имел также впервые в мире два дисковых тормоза на переднем колесе, плюс систему для дожига не сгоревшей смеси и уменьшения выброса. Первой моделью Honda с жидкостным охлаждением был мотоцикл GL 1075 года, который комплектовался 999 кубовым четырехтактным четырехцилиндровым оппозитным силовым агрегатом мощностью 80 лошадиных сил. Байк по праву занял флагманское место в модельном ряду Honda. Кроме того, в качестве главной передачи на нем применялся карданный вал. Еще одним новшеством стал топливный насос. Его установка потребовалась по той причине, что на GL 1000 было два топливных бака. Один между рулем и сидением, а второй спрятан под сидением для оптимальной центровки масс-мотоцикла. Компания Kawasaki в свою очередь представила в 1978 году мотоцикл с крупным шестицилиндровым двигателем. Чтобы решить проблему с компактностью, японский производитель оснастил свой новый байк Z1300 жидкостной системой охлаждения. Его рабочий объем составлял 1286 кубических сантиметров. На 8000 оборотов в минуту снималась максимальная мощность двигателя равная 120 лошадиным силам, что было рекордом. Максимальный крутящий момент достигался на 6500 и был равен 116 ньютон-метров. Мотоцикл имел пятиступенчатую коробку передач и мокрое многодисковое сцепление. Главный привод осуществлялся карданным валом. Снаряженная масса мотоцикла составляла 296 кг. Первым мотоциклом с жидкостным охлаждением у компании Yamaha стала обновленная модель RD250LC, она же RZ250LC, представленная в 1979 году. Двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 247 кубических сантиметров выдавал 35 лошадиных сил максимальной мощности и 30 ньютон-метров крутящий момент. Мотоцикл имел 6-ступенчатую коробку передач и вес в 139 кг. Также эта модель прославила способность разгоняться до 100 миль в час, это 160 км в час. Успех был оглушительным, после окончания выставки дилеров уже завалили заказами. А в ежегодном рейтинге мотоциклов в Японии от журнала Автобайк RD250 оказался на первом месте. Причем голосовали за новинку еще до ее выхода на рынок. Продажи нового RD250 стартовали на японском рынке в августе 1980 года. Продолжение следует... Ну и заканчивает выпуск компания BMW. В 1983 году 4 цилиндра и жидкостная система охлаждения являлись уже своего рода произведениями искусства для современных на то время высокопроизводительных двигателей. Но инженер компании BMW Джосеф Фритсен Вингер создает новую техническую концепцию на этой базе. Четырехцилиндровый объемом 987 кубических сантиметров двигатель монтируется в плоскости в длину. Коленчатый вал находится с правой стороны по направлению движения. И головка цилиндров с двумя верхнерасположенными распределительными валами находится слева. Оснащаясь электронным впрыском топлива модель BMW K100 выходит на рынок с максимальной мощностью в 90 лошадиных сил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...